Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я приезжал на святую землю в Израиль уже более 30 раз. Несколько лет назад мы проезжали на автобусе какое-то поле. Гид сказал, что это родной город Марии Магдалины. Я подумал, интересно, но здесь ничего нет. Чуть позже начались раскопки, и в Магдали было обнаружено много удивительных находок. Здесь была синагога, в которой, скорее всего, проповедовал Иисус. Синагогу всегда строили на фундаменте предыдущей. Вы видите ее за моей спиной. А на этом найденном камне выбито минора. Во времена Римской империи это была сугубо еврейская территория. Но сегодня я хочу поговорить о другом. Рядом со мной партнеры по Туру. Погода сегодня просто фантастическая. Лучше не бывает. Дует легкий ветерок, и мне хочется просто лечь и расслабиться. «Скоро мы попробуем рыбу, которую называют рыбой Святого Петра». О чем же я хочу сегодня поговорить? Одна из величайших тайн в Писании, которую многие не понимают, это избиение Иисуса Христа плетю. Сегодня я расскажу вам несколько интересных моментов. Возможно, вам нужно исцеление. В первом послании Фессалоники, цем 5 главе, 23 стихе, сказано, что у нас есть душа, тело и дух. Мы знаем, что нам доступно исцеление нашего тела. В книге Исаии 53 главе, 5 стихе, а также у апостола Петра сказано, что его ранами мы исцелились. Мы скоро поговорим об этом. Я приведу вам цитату из еврейской Мишны. Я гарантирую, если вы не читали эти комментарии, вы никогда об этом не слышали. Факт исцеления утвержден самим Господом в самом начале времени. Исцеление — это восстановление тела. Духовное исцеление — это то, что с вами происходит, когда вы приходите к Господу и получаете прощение грехов. Тогда ваш духовный человек исцеляется. Но многие не осознают, что есть и эмоциональное исцеление. Оно включает в себя исцеление от обиды, непрощения, напряженности и от того, что мы называем эмоциональной травмой, печали и горе. Давайте посмотрим для начала из 53 главы книги Исаии. Скажу сразу, сегодня я буду перескакивать с одной мысли на другую, вместо того, чтобы, как обычно, по порядку, рассказывать обо всех трех пунктах. Ну, вообще-то, я частенько так делаю. Итак, вот что пишет пророк в 53 главе. «Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорби и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое». Это предсказание того момента, когда ученики спрятались от Христа. Исполнение всех этих предсказаний можно найти в Новом Завете. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». В другом переводе «печали и горести». Печали, горе — это эмоция. Когда у человека умирают близкие, он погружается в печали и горе. Мой дорогой друг Уолтер, пастор из Техаса, потерял дочь в авиакатастрофе. Ей было 17 лет. За время переживаний Бог научил Уолтера разницу между горем и печалью. Господь сказал ему, что для того, кто теряет близкого человека, глубокая печаль — это нормальный процесс. Но также Господь сказал, будь осторожен с горем, потому что горе — это дух. Человек может горевать вплоть до болезни или эмоционального срыва. Есть люди, которые горевали вплоть до нервного срыва. Но я веду не только к тому, что Иисус забрал все наше горе и печали. Библия говорит, что он был истезуем и страдал. Опять же, страдания — не только телесный процесс, и не обязательно духовный. Это эмоциональное чувство. Мы видим в своей Библии выражение «день искупления». На иврите это звучит как «йом кипур». Искупление происходило, когда кровь животного приносили в жертву для очищения или удаления какого-либо проступка. Люди использовали кровь животных, чтобы обрести искупление. Так можно было стереть грехи, записанные у Бога, удалить их навсегда, чтобы человек, который совершил грех, получил искупление и больше не был виновен в том, что он совершил. Для тех, кто не знает Бога, лучше всего смогу объяснить так. Представьте, что тот, кто привык совершать преступления, предстает перед судью. Присяжные изучают доказательства и вдруг говорят, «Нет, мы считаем его невиновным». Преступник удивлен. Решение принято. Найденных доказательств недостаточно для обвинения. Так и в небесном зале суда предстает человек, уличенный в грехе или непослушании Бога. Кстати, слово «грех» передается на иврите тремя разными словами. Первое слово означает «грех против себя», против своего тела, какой-то опасный для вас поступок. Второе слово «грех против других» и, наконец, «грех против Бога». Изучим три этих слова на иврите. Жаль, что я это не записал. Не думал, что мои мысли пойдут в этом направлении. В вашей Библии встречаются такие слова, как «грех», «прегрешение», «беззаконие» и «злое», либо же «зло». Интересно, что есть проповедники, которые говорят, что любой грех — это грех. Да, это верно, потому что возмездие за грех смерти. Но есть разные уровни греха, разные типы греха. Приведу вам пример. Есть такие грехи, которые влияют на самого человека. Это препятствие между ним и Богом. Есть и другие грехи, например, сексуальные. Когда человек совершает их, он втягивает в свою ситуацию другого человека. И участником оказывается не он один, но и кто-то еще. Порой этим грехом связываются целые семьи или дети человека. Такой грех оказывает большее влияние, чем тот грех, который человек совершил против самого себя, поддавшись какому-то беззаконию. Так что на иврите — это разные слова. И вот что интересно. Беззаконие считается серьезнее, чем обычный грех, который в переводе с иврита значит «промахнуться». Это слово считается на иврите основным. Если объединить одной фразой все значения слова «грех» на иврите, тогда получится «сойти с пути». Это основное значение. В Ветхом Завете, в том переводе, который читаем мы и большинство наших зрителей, есть интересный момент. Мы знаем такие стихи. «Научи меня стезям твоим». Слово твое — светильник ноге моей и свет стезя моей. Видите, от книги «Бытия» до «Малахии», особенно в «Псалмах» и жизни Давида, часто встречаются слова «путь» и «стезя», которые подразумевают хождение во свете. Даже Иисус сказал «входите тесными вратами». Он говорил, что есть широкий путь и есть узкий. И в Ветхом, и в Новом Завете встречается идея и концепция пути или стези. Но почему? Кстати, я сам узнал об этом совсем недавно. Я прочел книгу одного ученого с толкованием всех слов на иврите и пришел восторг. Хотя думал, что и так много об этом знаю. Но оказалось, что нет. Все слова, переведенные с иврита, как грех, беззаконие, преступление, ну и так далее, несут в себе одну главную идею — сойти с пути, уйти с прямой дороги, отклониться или налево, или направо. И вот почему Бог сказал, «Не уклоняйся ни направо, ни налево, но смотри прямо». Почему нельзя смотреть назад? Помните, Иисус сказал о человеке, который положил руку на плуг и озирается назад? Представьте. Если вы оглянулись, ваш плуг тоже завернет. Вы не сможете сеять на кривой борозде. Вам нужно сеять на прямой борозде. Когда человек оглядывается, он отворачивается от Бога. Для нас — верующих. Это также может значить не смотреть назад, чтобы понять, куда мы пойдем в будущем. Мне нравится утверждение, которое я повторяю уже 40 лет. Бог никогда не консультируется, с вашим прошлым, чтобы определить ваше будущее. Что бы вы ни совершили, беззаконие, преступление или грех, когда не следовали за Господом, или если вы еще не приняли его в свое сердце, вы грешник, человек, который согрешил против Бога. И вот что самое удивительное. Ветхом Завете требовалось приношение крови, чтобы смыть с человека грех и вину греха. Таким животным мог быть ягненок или барашек. Люди приносили в скинье или храм разные виды животных. Эта жертва сжигалась на алтаре. Когда Бог видел это приношение в послушание, Он убирал грех, беззаконие и вину. И человек уходил из храма или скинье, свободным от того, что совершил. Многих смущает, почему Господь допускал все эти приношения в храме или скинье, а ответ таков. Все это было прообразом будущего. Сейчас приведу вам самый лучший пример. В книге «Исход» народ Израиля находился в Египте. Из 70 душ потомков Иакова народ умножился до более чем 600 тысяч мужчин. Конечно, многие из этих мужчин были женаты и имели детей, поэтому, скорее всего, их было около 2,5 миллионов человек. Бог захотел вывести их из Египта. Заметьте, что для этого Богу нужно было сделать две вещи. Защитить людей от ангела смерти и исцелить их тела. Вы не можете совершить длительное путешествие по пустыне, если вы телесно больны. Смотрите, что сделал Бог. Он сказал, «Возьмите ягненка и помажьте его кровью правой и левой косяки и перекладину двери». Тогда ангел смерти не сможет войти в ваш дом. Затем Господь повелел взять ягненка, зажарить его и съесть его целиком. Это очень странный момент. Ни в одном другом месте Ветхого Завета Бог не повелевал съедать тушу целиком, потому что многие ее части есть было нельзя. Ни почки, ни сердца. Здесь же он велел съесть все целиком. Доктор Джон Миллард, специалист по Слову Божьему, научил меня вот чему. В Европе есть такое понятие, как клеточная терапия. Тушу ягненка разделывают и помещают в специальный раствор. Затем один из органов этого животного помещают в тело больного животного, сердце, печень или другой орган. В результате этот орган исцеляет больную часть тела. Услышав об этом, я тут же согласился со своим другом, что повеление съесть ягненка было духовным принципом. То, что съедали люди, исцеляло больные части их тела. Конечно, это больше сверхъестественно, чем естественно. Библия говорит, и вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Помните прекрасный фильм «Десять заповедей»? Кто был в главной роли? Чарлтон Хэстон. Он был в роли Моисея. Вы наверняка смотрели этот фильм. «Господь, не заставляй меня чувствовать себя старым». «Господь, благослови его, потому что он вывозил людей на тележках». Но все было не так. Все, даже пожилые люди, были исцелены для этого путешествия. Искупительный труд Христа двугранен. Прежде всего, это исцеление души, духа и тела, чтобы ввести душу и дух, вечную жизнь со Христом через прощение грехов и искупительную кровь Иисуса. Но есть и вторая грани. Ранами Иисуса мы исцелились. Это сказано не только о духовном исцелении души и духа. Это также сказано об исцелении тела и эмоций. Помните, что произошло в Евангелии от Матфея, 27 главе, 26 стихе, когда Иисус стоял перед Пилатом? Здесь сказано, «Тогда отпустил им в Арабу, а Иисуса, биф, предал на распятие». Избиение проводилось следующим образом. Солдаты брали специальный кнут с длинной рукоятой, кожаными ремнями и вплетенными в ремни небольшими кусочками металла. Провинившемуся человеку связывали руки, укладывали его и избивали почти до смерти. Именно об этом моменте писал Исайя. «Ранами его мы исцелились». Петр тоже писал, что его ранами мы исцелились. Во времена Петра это был уже свершившийся факт. Во времена Исайи это еще не совершилось. Но давайте вернемся к избиянию. У римлян не было ограничений на количество наносимых ударов. По еврейскому закону, допускалось только 39 ударов. Причина в том, что удары были такими сильными, что от 40 ударов человек мог умереть. Но евреи считали, что это все же должно быть столько наказанием, а не убийством. Я прочту отрывок из еврейской Мишны, где есть подробности избиения бунтаря. Здесь написано, обе руки преступника привязывали к столбу. Затем служитель синагоги стягивал или срывал с него одежду так, чтобы грудь и плечи оголились. Позади ставили камень или кирпич, на котором стоял служитель. Он держал в своих руках плеть, сделанную из кожи и разделенную на четыре хвоста. Ну а теперь самое главное. Тот, кто избивал, укладывал одну треть плети на грудь, еще одну треть на правое плечо, и еще одну треть на левое плечо. Человек, которого избивали, не сидел, не стоял, но скорее наклонялся. Другой со всей силы бил его одной рукой. Так описан процесс избияния. Почему же я вам о нем говорю? Именно таким образом избивали Христа. Об этом сказано и в Евангелии от Матфея, и в других Евангелиях. Одна треть плети ложилась на одно плечо, вторая треть на другое плечо, и еще одна треть на грудь, в область сердца. Обратите внимание на то, что я вам сейчас покажу. Меня, когда я об этом узнал, это просто обескуражено. Много раз меня спрашивали, откуда вы знаете, что Иисус был Мессией? Откуда вы знаете, что Он был реальным? Именно такие моменты дают понять, что таков был план и замысел Бога. Смотрите, левое плечо, правое плечо и грудь. Вы догадались? Да, это пасхальный Агнец. Его кровью помазывали левый косяк, правый косяк и верхнюю перекладину. Это сердце. Самое сердцевино. Еврейская Мишна рассказывает, как происходило избиение любого бунтаря. Так что Иисус Христос был пасхальным Агнецем. В первой главе Евангелия от Иоанна он назван Агнецем Божьим, который возьмет на себя грех мира. И вот что я хочу добавить. В Библии сказано, что ранами Его мы исцелились. Предположим, я ушел от Господа, или же я грешник. Я не смогу спастись, если не попрошу Бога спасти меня. Вы согласны? Вы должны попросить, чтобы получить спасение. Второе. Мне нужно верить в то, чего я прошу. Я должен верить, что когда я попрошу о прощении, Он услышит меня. И третье. Библия говорит, что я должен исповедовать Его перед людьми и не остыдиться, что Он мой Господь. Для искупления и спасения нужны три вещи. Первое. Попросить Господа простить мне мои грехи. Второе. Я должен верить, что Он сделал то, что сказал. И третье. Исповедовать Его своим Господом. Процесс телесного исцеления такой же. Бог не исцеляет людей хаотичным образом. Он не думает. Пожалуй, исцелю вот этого и вот этого. Первое. Его нужно попросить. Иаков писал. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь. Итак, первое. Нужно попросить. Не говорите, мне плохо. Хотелось бы, чтобы Господь то и это. Это не просьба, а пожелание. Вам нужно попросить Бога. Второе. Библия очень ясно говорит, что Иисус отвечал на веру людей. Если я молюсь, я должен верить. Было время, когда наши пробуждения длились от пяти до одиннадцати недель каждый вечер. Именно благодаря столь длительным пробуждениям мы стали известны по всем Соединенным Штатам. Я помню, как молился за человека и ощутил Божью атмосферу и его славу. Человек расплакался, но вдруг остановился и сказал, молитесь дальше, тогда Бог меня коснется. А я просто не поверил тому, что услышал, исцеляющая сила уже была там. Много лет назад Бог дал мне фразу, не мешая своему прорыву своим исповеданиям. Но мне пришлось этому учиться. Мои родственники по отцовской линии переживали очень трудные времена. Живя в Западной Вирджинии, они боролись со многими сложностями. У них была склонность смотреть на все с негативной стороны и больше говорить о негативе, чем о позитиве. Дисциплинируйте себя и соглашайтесь с тем, о чем вы молитесь. Затем нужно это исповедовать. Не нужно ходить и говорить, я не болен, я не болен, я не болен. Это приведет только лишь к утверждению мысли о болезни. Вам нужно согласиться, за меня молиться. Я верю, что Бог что-то совершит. Суть не в том, чтобы отрицать, что у вас, например, рак, но исповедовать, за меня молиться. Я не умру от этого во имя Иисуса Христа. Возможно, Иисус когда-нибудь меня заберет, но дьявол меня не одолеет, потому что я ему не поддамся. Не накручивайте себя. Просто согласитесь с молитвой. Мне говорили, что будет, если мы будем молиться и верить Богу, но все равно умрем. Вы пойдете на небеса. А вот что будет? Что страшного в том, чтобы пойти на небеса? Я все равно туда пойду, рано или поздно. Слава Богу! Возможно, увидимся позже. Я не смеюсь, я просто говорю, что Иисус Христос дал нам свободу от греха, а также позаботился о нашем эмоциональном исцелении. Вам не нужно быть сломленным до конца жизни. Бог позаботился о телесном и о духовном исцелении через искупление и кровь Христа. Поэтому хочу вдохновить вас, верить Господу, обращаться к Его Слову и верить в то, что Он может для вас делать. Сохраняйте веру и воздавайте Богу славу за то, что Он уже сделал. Надеюсь, вам понравилось это Слово. Аминь. Бог может сотворить чудо. Я вернусь через минуту. Божьих благословений. Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний и живут в депрессии. Другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов-мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему семь из десяти христиан живут ограниченные жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасно сделать все правильно и что-то одно неправильно. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шемии. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об Ангеле, который упрекнул служителя за обсуждение давно прощенных грехов своей жены, как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лже-свидетелями. Есть связь между прощением и возрастанием веры. Еще одна важная глава — «Как простить в экстремальных случаях». Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. И, возможно, самая важная глава — «Когда Бог отменяет ваше будущее прощения». Вам нужно это знать. К книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» и аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей» доступны за пожертвования в 35 долларов или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Через 44 года служения Бог дал мне ошеломляющие откровения, которых я раньше в Библии не видел. Книга «Рыбалка в море прощения» содержит в себе много откровений, которые пришли ко мне прямо от Божьего престола. Не пропустите это предложение, чтобы научиться молиться за своих блудных детей, которые ушли от Бога. Это возможно. Самое важное предложение за всю историю программы «Фестиваль Манны». Теперь поделюсь с вами очень важными вещами. Однажды Бог проговорил ко мне в офисе на втором этаже этого здания. «Я хочу, чтобы ты стал отцом поколения и помогал тем, у кого нет духовного отца». Я не знал, что это значило. Несколько лет назад мы начали проводить фестиваль «Воинов». Это крупнейшее молодежное событие, которое проходит три раза в год. В марте пройдет первый фестиваль «Воинов». Вы можете найти информацию на нашем сайте, а также бесплатно зарегистрироваться. Это совсем ничего не стоит. Я вижу, что в молодом поколении происходит невероятное излияние духа. Им интересно Божье дело. Им интересно налаживать отношения друг с другом и с Богом. Им интересно выйти в Божьей атмосфере и поклоняться. Мамы и папы, если у Америки есть надежда, то это надежда в подрастающем поколении, которое горит для Бога. Они заполняют стадионы Соединенных Штатов, приезжают на конференции. На нашем фестивале «Воинов» собираются по 4-5 тысяч человек. Бог что-то меняет, поэтому не теряйте надежду для нашей страны. Не теряйте надежду достигать народов мира. Последнее слово всегда за Богом. Я очень рад нести вам сегодня эту добрую весть. Также Бог позволил мне построить международный центр «Омега», где каждый вечер вторника проходит служение, на которое могут прийти все желающие. Кроме этого, Бог сказал мне провести международный пророческий саммит, который пройдет с 23 по 26 апреля этого года. Спикеры саммита донесут до вас самое актуальное слово от Бога. Многие уже проявляют к этому саммиту большой интерес. За годы своего служения я еще не видел такого интереса к пророческим событиям 20-го года. В Америке происходят определенные природные явления, как, к примеру, землетрясения, извержения вулканов и небольшие цунами. Все это было предсказано. Также я готовлю внутреннюю информацию, которую раньше никто не слышал. Вы услышите эту внутреннюю пророческую информацию и в программе «Фестивальман». Также я записываю самые детальные исследования Антихриста, которые насчитывают уже 60 страниц. Молитесь за меня, когда я этим занимаюсь, потому что каждый раз, когда я поднимаю эту тему, мне приходится сражаться с недомоганием, и происходит довольно странная вещь. У нас есть победа в Господе Иисусе Христе. Также мы сфокусировались на ISO – Международной школе слова. Подробнее можно узнать на сайте. Сейчас у нас 5000 активных студентов. Вы можете стать одним из них и завершить обучение на разных уровнях. Мне нужно, чтобы вы молились за познание разума Бога. Сейчас третья фаза моего служения. Господь желает, чтобы я выполнил определенные вещи. Конечно, сейчас у нас нет на это финансов, но я знаю, что Он этого хочет. Молитесь, чтобы я познавал разум Бога и совершил все, что мы запланировали. Спасибо вам. Жду вас через неделю в новом выпуске фестиваля Манны.